Добро пожаловать в новый мир. Идёт, блин, третья мировая. Вам 52 страны мира сказали, что вас спят и видят, как вас всех убить. Поэтому ознакомьтесь с информацией, вдруг будут авиационные удары натовские, ракетные, артиллерия, какая-то фигня по кварталу, где вы живёте, мало ли, чтобы знать, что сделать в этом случае. Кому не интересно, кто уверен, что ничего не может быть, не тратьте время, не прослушайте. Запишите себе, прослушайте потом, если всё начнётся в вашем квартале, что в целом началось уже и в Белгороде, и в ряде других областей наших. Давно бьют по нашим населённым пунктам твари, у кромутанты, нелюди. Поэтому как бы тем людям актуально. Итак, прежде всего, у кого есть малейшая возможность, съездите на курсы уникальные товарища Алексея Ведьмина, значит, выживание в условиях артобстрела. Гениальный курс, два дня всего в Москве, в Питере читается. Даст Бог у нас, будет читаться у других организаций, он везде читает, куда его приглашают. И правильно, вот там всё разобрано очень фундаментально. Разащитные свойства разных зданий, как работает артиллерия, какие типы боеприпасов. Знаете, я два дня сейчас не смогу заменить. Поэтому у меня краткий ликбез, но лучше обратиться к профессионалам, тем более человек артиллерию знает не понаслышке. Я всё-таки пытаюсь больше заниматься тактической медициной, чем остальными военными областями. Но, естественно, смежные знают. Так, прежде всего, в одноэтажном доме в любых условиях обстрела, нестабильности в частном доме, выживаемость неизмеримо больше, чем в городском. Почему? Вот вы живёте в городском многоэтажном доме. Разбило где-то осколком стекло. В тех квартирах во многих людей нет, выехали из зон боевых действий. Через открытую квартиру зимой тепло начинает испаряться. Внутренние стены тонкие, начинает испаряться тепло из соседних квартир. Соответственно, у вас замерзаемость сильно возрастает. Ну, я так по-простому говорю. Если, не дай бог, сильно морозы и замёрзло отопление стояк в одной квартире, то проблемы начинаются во всём доме. Вот так, по-простому совсем. Если у вас частный дом, то даже если нет электричества, отопления, воды и всего остального, вы свой дом обогреете, уже проблем меньше в условиях любого артобстрела. Это первый момент. Второе. В частный дом попасть – это проблема. А в квартирный дом намного проще. То есть вероятность прилёта больше. Если прилёт мощный, трещины по стенам, оседание целых стояков, подъездов, сложение домов, звездецов разного может быть много. Современные дома строятся надёжно, вроде как, но по совокупности рисков одноэтажный дом гораздо лучше. То есть если есть возможность, заранее обеспокойтесь об устройстве одноэтажного жилья своего, либо от бабушек, дедушек, что осталось словом, думайте. Как быть? Если звездец большой начался, то можно переселяться в заброшенные одноэтажные дома. Уедет людей много из зоны боевых действий. Но это нужно определённую авантюрную жилку иметь, всё-таки жить в чужом доме. Плюс с соседями как-то установить отношения, плюс быть готовыми к тому, что приедут разгневанные родственники уехавших. А родственники уехавших могут быть в местных силовых структурах, могут приехать на бродетехнике с оружием. То есть как бы всё неоднозначно. Вы поняли, лучше всё-таки в своём доме жить, но в одноэтажном доме лучше, чем в квартирном. Причём это пока обстрелы лёгкие. Когда обстрелы стали массовыми и накрылась централизованная вода и электричество в городе, то частный дом – единственный шанс на выживание. В огромном многоквартирном доме зимой, да даже осенью и весной, мгновенно настолько ледяной холодильник, что там находиться невозможно. Вот в этом случае вам придётся линять в частный дом просто по необходимости всем, кто не сможет уехать из города, на который такие неприятности обрушились. Понятно. То есть первое – это выбор места для жития. Итак, предположим, у вас есть одноэтажный дом небольшой. Тогда следующий момент. Ну тут моментов дофига. Прежде всего, помните, что снаряд далеко не каждый попадает в дом, а ударная волна и осколки много где действуют. Значит, что нужно? Вам нужно обеспечить нормальные условия проживания в доме в случае поражения его ударной волной и осколками. Значит, что? Окна защитить. Лучший вариант – прочные деревянные, либо железные ставни наружные, которые закрываются, либо мешками с песком заложить. Но мешки с песком – история такая, их не уберёшь, в доме всё время будет сыро и неприятно, так темно. А ставни – ты их закрыл, обстрелы закончились, когда-нибудь заканчиваются, опять открыл. Именно наружные ставни. Потому что малейшее выбитое окно, холод очень быстро зайдёт внутрь, а кто возьмётся чинить евроокна в условиях артобстрелов – это всегда вопрос большой. Итак, окна вы утеплили, защитили от обстрелов. Следующий момент. Чтобы мощная ударная волна от разрывов… Евроокна, они более устойчивы, чем старые деревянные к ударной волне. Но, чтобы они были ещё лучше защищены, заклейте их по диагонали скотчем, тогда устойчивость ещё больше будет. Понятно, да, чтобы раму дополнительно защитить. Далее. След за окнами наиболее поражаемый элемент дома – это крыша. Малейшие осколки, пробившие крышу, либо металлопрофиль, либо шифер, что получается? Дождь, снег, всё тает, всё в дом, полный звездец. Поняли, да? Поэтому от снаряда вы крышу защитить вряд ли сможете, там нужно серьёзные преобразования. А вот защитить от осколков хотя бы с малой энергией – очень важно. Пока в вашем районе не идёт никаких активных боевых действий, подумайте, чем вы это сможете сделать. Если есть деньги и желания, можно сразу заморочиться. Если сейчас нет, хотя бы запасите материал, из которого сделаете прокладку на крышу, что-нибудь, что сильно уплаженит её механические свойства. Причём это недорого будет, заметьте, каких-то дорогих безумных советов я не даю. Сейчас, пока тихо, ставни наружные можно заказать за копейки. Когда начнёт звездец, мастера все уедут, вам придётся или самим из какого-то ворованного металлопрофиля мастерить их, может, исправитесь, но тогда нужно решить вопрос петель, установки, у всех ли такие золотые руки, а будет ли электричество. Словом, обеспокойтесь сейчас. Кстати, красивые ставни, надёжные, наружные для дома – это даже в мирное время весьма практично. Как бы вреда от этого не будет. Закрыл ставни, спокойно уехал. Ну, тут, то есть, вложение разумное. Да, ещё раз. Кто сейчас тут скажет, да ну, это паранойя, первое. Если вы паранойик, это не означает, что за вами никто не следит. Второе. Не хотите заморачиваться сейчас. Знаете, скупой платит дважды, тупой платит трижды. Не хотите заморачиваться сейчас. Сейчас подождите, если снаряды начнут падать в огороде, то вы будете готовы втридорога заплатить за всё это, но будет ли возможность осуществить – это вопрос. Переходим дальше, чисто к практическим советам от пятиминутки, краткой мотивации. Крышу защитили от осколков очень хорошо. Крышу защитить очень важно, дорогие мои. Малейшая вода в дом, но вы поняли, вам в этом доме ещё жить, невзирая на обстрелы, может быть очень долго. Следующий момент. После того, когда вы защитили крышу дома, защитили окна, по дверям особой никакой защиты не нужно и по стенам, но не нужно, если вы очень поверхностно подходите к теме. Если обстрелы приобрели масштабный, уверенный характер, постоянно какая-то херня откуда-то летит, тогда целесообразно заморочиться, набрать мешков с песком либо землёй и в несколько метров можно, ну сколько хватит трудолюбия и сил, присыпать ту стену, откуда летит. Если у вас будет стена хотя бы в метр, прямое попадание 120-миллиметровой мины вам вообще абсолютно пофигу, дом останется неповреждённый. Если вы не поленитесь, делайте полтора-два метра присыпку мешками, то даже 122-миллиметровый снаряд, попавший, разрушение стены сплошного, такой пролом, что в доме жить невозможно, и всех внутри убило, не будет ни хера. Да, контузит в доме, да, может, трещины пойдут, но в доме можно будет жить. Разница большая, можно жить в доме или нельзя, особенно зимой, особенно когда война, и хрен ты куда денешься. Конечно, ты к стене выложил большую кучу мешков, что пролетит в этой куче мешков, но тут по хорошему счёту лучше мешки, конечно, не с землёй, а с мелким камушком типа щебня. Степень защищённости будет неизмеримо больше. Ну где взять столько щебня, а утащу ли я мешок? Поэтому как бы разные варианты. Земля-то везде есть накопал, да и насыпал. Но это если вы очень трудолюбивый, если вы очень хотите сохранить дом, и если летит, ну достаточно часто, чтобы с этим заморачиваться. Следующий момент. Крышу так, конечно, не забронируешь. По крышам тут уже совсем сложнее всё. Можно заморочиться, можно над домом навес сделать, но большинство наших слушателей не станет так загоняться. Теперь движемся дальше. Следующий момент. Обстрелы очень редко идут полчаса-час. Поэтому они длятся днями. Невозможно где-то жить в подвале. Хорошо, если у вас есть подвал там бетонированный, но я вам скажу. Первое время, знаете, первый ребёнок родился в семье, кипятят всё. Второй ребёнок кипятят соску. Если у пятого ребёнка собака отняла соску и грызёт, то это проблема ребёнка, как избрать соску обратно. Поэтому, когда по вам накидывают месяц за месяцем, уже не то, что бегать в подвал, уже даже реагировать лениво. Поэтому я не рекомендую рыть какой-то супер-пупер бомбоубежище. Вы там не будете долго высиживать, а будете высиживать, будете мёрзнуть, простуживаться. То есть нецелесообразно на подвал рассчитывать. Что дальше? В доме вашем всегда есть определённость. Стреляют в основном оттуда. Противник там. Примерные прилёты, как правило, оттуда. Значит, что? Выбираете комнату, во-первых, максимально удалённую от прилёта. То есть даже если прямое попадание в дом, даже если тяжёлый снаряд в соседних комнатах не убьёт, то тяжело контузит, а в отдалённых комнатах просто контузит, то есть шансы на выживание кардинально больше. Второе. В той комнате, где вы будете находиться, не забывайте, что снаряд, когда падает, он работает бабочкой. Сноп осколков маленький вперёд, два больших снопа, крылья бабочки в стороны и совсем чуть-чуть назад. Значит, вот мы находимся в комнате, в самой дальней от противника снаряда летят там. Значит, снаряды, которые сработают за нами с перелётом, осколков чуть-чуть, значит, необходимость защиты этой стены самая маленькая. Необходимость защиты с двух сторон гораздо больше. Я о чём? Не забывайте, что осколки могут прийти в окна, значит, в этой комнате, в одной комнате, не страдайте паранойей, не надо во всех, внутри можно, либо снаружи, ставни дополнительно защитить, чтобы тяжёлый большой осколок уверенно они держали. Следующий момент. В комнате, в которой вы разместились, при обстреле лучше находиться на полу, на чём-нибудь мягком, типа матрас, двуспальная кровать, и стенку за собою, подушки, дивана мягкая. Почему я так подробно объясняю? Если будет прямое попадание, мощный удар, ударная волна проходит сквозь стены, твёрдой поверхности. Если вы будете лежать на мягком и на полу, вас контузит гораздо меньше. Более того, если вы оденете ещё активные наушники, ну, либо просто наушники большие, на время обстрела особо плотного, у вас слух не пострадает и голова, даже при прямом попадании. А если рядом рвётся, не надо, чтобы прямое попадание, день рвётся, два-три, слух садится, нервы начинают шалить. Какой бы ты хладнокровный человек ни был, умирать не хочет никто, вот сильные разрывы в психику расшатывают. Вот так ты сидишь в наушниках, что-то там тихонечко постукивает, ты свободен. Далее, эту комнату назовите себе, ну, если вы верующий человек, комнаты для молитвы, там иначе комнаты для медитации. Не воспринимайте это как убежище отчаяния. Вам Бог даёт хорошую возможность подумать о возвышенном, почитать книги, помолиться. Обставьте комнату в соответствии с этим её предназначением. Иконы, красивые картинки, миропротворяющие цвета, ароматные палочки, свечи восковые. И когда обстрел, занимайтесь там любимым делом. Молитесь, либо читайте книги серьёзные, слушайте медитативную музыку, либо молитвы. Кстати, когда у тебя нервы сильно шалят, включаешь, например, канон покаянный, очень размеренные песнопения успокаивают сильно, ты перестаёшь психовать. То есть, не пережидайте обстрелы, а найдите себе полезные занятия, там, книгу читаю, причём целенаправленно, диссертацию пишу и занимайтесь в этой комнате. Как я только сегодня говорил, с тех пор, как я каждый день готовлюсь к наступлению апокалипсиса, время течёт гораздо быстрее, а меня окружают очень интересные люди, и жизнь вообще стала гораздо лучше и насыщеннее. То есть, если вы момент мучительного переждания обстрела превратите в момент полезного, созидательного творчества с какими-то целями, у вас всё будет течь легче. Ну, а дальше ходим под Богом. Все из этой жизни никто не выбрался живым. Если, не дай Бог, вас убьёт, потом придут на похорон, скажут, какой человек так молился, убило во время молитвы, ну, наверное, поёт к Богу. Да, я так говорю об этих вещах, дорогие мои, потому что я сейчас сделаю маленькое отступление. Я беседовал с одним моим другом, видным специалистом в области психологии. Он сказал, для настоящего воина страх плена, трусости в бою больше, чем страх смерти, потому что ты потеряешь своё доброе имя в глазах людей, которые рядом с тобой. Для тебя это важнее, чем жизнь. Я должен подтвердить, потому что ты работаешь на то, чтобы защитить родину, ты работаешь для своей семьи, для потомков, как у японцев. Один опозорился, блин, на весь род позор. Поэтому очень важно жить так, чтобы умереть было не стыдно. Кто не воин, вы меня поймёте, но немножко позже, дорогие мои. Так вот, когда ты живёшь и понимаешь, даже если тебя вот сейчас убило, ты с чистой совестью умер, это даёт очень большую внутреннюю силу. Ну, для этого нужно жить правильно. В этой комнате не напиться в алкоголе, не блудить с какими-то девицами, типа раз живём, наоборот, воспринимать так, что вот обстрел, меня в любой момент могут убить, а я молюсь. Знаете, есть такая история, поехал я тренироваться к моему учителю, уникальный человек есть, и думаю, у меня есть молитва записана, воина перед боем, я каждый раз перед боем её читаю, а тут думаю, почитаю перед тренировкой, а потом думаю, Юра, ну ты совсем с ума сошёл, тренировка, зачем молитва, которую читают, ну, там слова есть, радостно иду я, умереть и исполнить святую волю твою, думаю, какую умереть, тренировка, а я же забыл, к кому приехал тренироваться, как дали мне там нагрузочку, я бегал, бегал, а потом моторчик отказал, сердечко встало, я прилёг в снежок, мне делают непрямой массаж сердца, а я лежу и думаю, вот сейчас помру, а я не помолился, как глупо получается, сделал выводы, больше такого не делаю, молюсь почаще, этой молитвой перед каждым чем-то связанным с боёвкой, вывод, когда вы настраиваетесь, что когда вы находитесь в этой комнате, у вас появляется, как мама моя говорит, сижу и молюсь Богу, да, ребята, если мы в мирной жизни не молимся, то тут как раз ты сделать больше ничего не можешь, только молиться, молитесь, причём очень простая молитва, Господи, помилуй раба твоего и называешь кого-то из родственников, потом друзей, потом знакомых, сослуживцев, так молиться можно часами и не устаёшь, потому что ты повторяешь простые понятные слова, тебе вспоминаешь хороших людей и ты как бы участвуешь в их судьбе, так глядишь, обстрел закончился, ты ещё не всех перечислил, блин, что делать, да, вот, далее, что ещё из советов практических, запасите воды в доме, вдруг будет прямое попадание, загасить пожар, перекройте газоснабжение, вдруг перебьёт трубу, чтобы оно не сдетонировало, чтобы вы от газа какого-нибудь не задохнулись, обеспечьте доступ в дом, не закрывайтесь на засовы, если что-то с вами случится, чтобы люди могли, родственники, там кто-то, службы прийти, не ломая дверь, проникнуть в здание, далее, если есть домашние животные, пусть находятся рядом с вами, по возможности, вы успокаиваете их, они успокаивают вас, животные очень ценные существа в этом плане, по воде и еде, все просто, это запасать нужно до обстрелов, обстановка может быть всякая, магазины могут не работать, чтобы было, кстати, чуть-чуть скушать вкусненького, очень помогает в критических ситуациях, организму живу, ништяк, еще поживем, и так немножко бодрее вы будете, чего советую, если есть рядом близкие какие-то, маленькие, там старенькие, слабенькие, обязательно нужно их подбадривать, причем подбадривание должно носить конструктивный, созидательный характер, у меня, сказал я про конструктивный, созидательный характер, и задумался, все относительно, если детки рядом, можно попросить их что-нибудь нарисовать, можно с ними спеть что-то, но по-хорошему, если вы воспитываете мальчиков, помните, что вы воспитываете воинов, поэтому очень хороший, вот враги по нам стреляют, нарисуй картинку, как мы их победили, очень хорошо стресс выбрасывают в активное деятельное созидание, если детки занимаются рукопашкой какой-то, пусть потренируются, во момент обстрела учишься очень хорошо, потому что адреналина нормально, и то же самое, пусть на вашем примере учатся молиться, учатся хладнокровию, спокойствию перед лицом смерти, есть любимый мною фильм «Убийца Сёгуна», кто не видел, посмотрите, там снялся уникальный человек, мастер меча в 34-м году, в каждом поколении, там каждое движение совершенства, так там одна из серий, не первая серия, есть эпизод, когда он там то ли раненый, то ли без сознания, где-то, ну не помню, его сын маленький вот такой, остался один, и другой человек, фехтовальщик тоже, который ищет поединка с ним, определить, кто лучше, выходит, и на глазах сына зарубил какого-то человека, монаха, либо кого-то ещё, чтобы успугать вот этого пацанёнка, а вот тот пацанёнок маленький взял палку и встал в стойку, потому он понимает, что шансов против меча и того нет, но он не собирается сдаваться, он встал в стойку, тот посмотрел, и там говорят в мысли, какая правильная стойка, какой необыкновенный ребёнок, он поклонился ему, пошёл отца его искать. Ребята, с вашей смертью ничего не заканчивается, остаётся, вы, во-первых, уходите в вечную жизнь, и очень важно, какими вы туда уйдёте, как там будет, а во-вторых, остаётся весь ваш род, который здесь. Не дай Бог что-то плохое сделать, это на много поколений вперёд осквернить своих потомков, я этого никому не желаю, поэтому постарайтесь жить так, чтобы, знаете, есть упражнение, подумай, кто придёт на твои похорона и что они там скажут, очень важно, постарайтесь жить так, чтобы на ваши похороны пришли замечательные люди, все сказали, блин, какого человека хороним, ну, как бы так. По дому, ну, блин, если совсем заморочится, кто-то хочет, то по-хорошему, конечно, нужно делать подвал под домом, именно под домом, но с запасным выходом, почему под домом, тогда, блин, даже 160-мм снаряд попадёт, ну, например, миномётная мина офигенная, дом в дребезги, подвал будет более-менее целый, если с железобетонным перекрытием. Второй выход, потому что дом сложится, нужно будет куда-то выходить, но тут к подвалу нужно что? Систему аэрации, именно аэрация, не просто проветривая, то там сыро будет, утепление стен, большое пространство, подвал угнетает. И второе, ребята, есть эпизод, мне рассказывали, я долго рассказываю, ну, кому скучно, те прервутся, а остальные до конца дослушаются. Один из наших краёв, кто-то из Горловки, моего родного, либо из Донецка, уехал с семьёй, типа, не моя война, и на праздник, по-моему, как раз на 9 мая, кушал шашлык, подавился на смерть, умер. Воистину, смерть, которой даже собака не позавидует. Вот я считаю, что от всего не запасёшься, нужно понимать разницу, где разумная предосторожность, чрезмерно. Что ещё забыл сказать? Само собой, запаситесь какими-то портативными источниками света. Если свет пропадёт в этой комнате, чтобы у вас не было этой проблемы, включил свет, либо свечечку запалил, помолился, дальше там в спадке лёг. Второе, будете спать, ложиться, вот тут точно, одевайте активные наушники, чтобы грохот, разрыва вам не мешал. Да, потихоньку привыкаешь и не обращаешь внимания, но когда тишина, высыпаешься лучше. Так, полкомнатики, всё объяснил, по разрывам, всё. Вы знаете, в основных чертах всё. Я думаю, мои толковые земляки, которые в Горловке и Донецке в восьмой год уже под обстрелами ещё что-то могут добавить. Рады будем за комментарии и дополнения. Ну, а кто хочет подробно вникнуть и разобраться, те, пожалуйста, на курс к товарищу Ведьмину, он артиллерист, в отличие от меня, он вам хорошо, чётенько всё расскажет, объяснит. Ну и помните, дорогие мои, главное, наши сказали в годы войны, лучшее ПВО это наши танки на аэродромах противника в годы Великой Отечественной. Я могу сказать следующее. Лучший способ пережить артобстрелы в России это до корня стереть с лица земли Лондон, Вашингтон и в разваленных их столиц подписать безговорочную капитуляцию. Тогда ни одна мразь не будет по нам стрелять. Но путь к этому не близкий, предстоит намного промежуточных этапов на этом пути. Поэтому, дорогие мои, пока мы эти этапы не прошли, на всякий случай, если что, готовимся укрепить свои дома, ну и само собой защитить их. А на сегодня всё. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Враг будет за нами.